Россия – мои горизонты. С 2023 года проект под таким названием реализуется в каждой школе Новоуральска. По четвергам для школьников с 6 по 11 классы проходят профориентационные уроки. Один из таких мы посетили в 41-й гимназии. На мой взгляд, очень удобная платформа для этих занятий. Располагается она на ресурсе «Билет в будущее», где есть конструкторы занятий, начиная с 6 по 11 класса. Это, конечно, большая помощь для классного руководителя, ведущего занятия. К примеру, в этот день дети познакомились с профессией медицинского работника. Дети имеют возможность видеть специалистов. Я стараюсь их приглашать каждую неделю, людей разных профессий. И дети действительно приобретают нужные для жизни навыки. К ребятам из 8 класса пришли представители местного отделения Российского Красного Креста. Как оказать самую первую помощь не только окружающим, но и себе. На этих уроках дети получают навыки первой взаимопомощи, что иногда помогает спасать жизнь до приезда медицинских работников. Мы научились, ну именно я, спасать жизнь человеку, к примеру, который подавился. В будущем, возможно, я смогу оказать кому-то первую помощь. Например, сделать искусственное дыхание. Или, если человек подавился, смогу ему как-то помочь. Мне стало как-то больше интересно тема медицины. У меня были мысли пойти на хирурга. И сейчас, возможно, в будущем, может быть, и пойду на него. Кем мне стать, когда я вырасту? В этом вопросе юным новоуральцам помогает профконсультационный центр на станции юных техников. В течение года каждый школьник может познакомиться с интересующими профессиями и уже сделать выбор. В этом году увеличилось количество профессиональных проб за счет Новоуральского технологического колледжа. Дети даже познакомились со сварочным делом. В последние годы очень широко профориентационная работа развивалась. Ей уделялось большое внимание со стороны федерации. И вводилось и билет в будущее, и он продолжается. Были проектория, такой проект большой. И та же большая перемена, она тоже способствует тому, чтобы дети могли самоопределиться. И могли понять, а что же им интересно в жизни, куда двигаться дальше. И когда проходит профориентационный урок, а дальше он подкрепляется пробами, то у ребенка, конечно же, возникает единая картинка мира. В нашем городе есть психолого-педагогический класс в 45-й школе. В 54-й школе в будущем появится медицинский. На базе станции юных техников есть предпринимательский класс. По субботам ребята занимаются этим направлением. Профессиональные пробы проходят даже в детских садах города. Малыши могут познакомиться с профессиями через лего, приготовление еды, вышивание и многое другое. Таким образом, наши ребята знакомятся с более широким спектром профессий, что может помочь им в будущем сделать свой правильный выбор.